Они вообще никак не могли до вас достучаться. На вкладке «Разговоры» здесь мы можем начать новый чат, отправить смс, отправить файл кому-нибудь, отправить контакт. Панель «Настройка разговора». Здесь мы выбираем размеры, тему. Если мы нажимаем «Тему», то здесь можно задать тему разговора, допустим, «Релиз курса». То есть задается повестка разговора. Так, и появляется еще вот такой аватарчик, который можно тоже изменить и указать здесь какую-то картинку. Так, дальше идем. Это настройка вот таких как раз-таки разговоров у нас сейчас идет. Так, дальше. «Сохранить группу» — это мы уже умеем. Это дублирование вот этой кнопки справа. «Добавить новых людей в группу» — это уже умеем. «Переименовать группу» — умеем. И вот здесь вы можете выйти из разговора, если, допустим, вы больше не хотите в нем участвовать. При этом сама группа останется, и оставшиеся участники смогут продолжить общение. Так, дальше у нас идет настройка уведомлений. Тоже полезный инструмент, который позволяет вам регулировать, нужно ли вас уведомлять о новых сообщениях, которые появляются в рамках этого чата. Потому что когда создается чат на большое количество участников, то, возможно, вам не захочется, чтобы при добавлении каждого нового сообщения вам Skype об этом сообщал. Тогда у вас просто будет очень много отвлекающих моментов. Допустим, вы работаете, и вам Skype постоянно сообщает, что там кто-то общается в этом чате. И поэтому вы можете либо вообще отключить уведомления для данного чата группового, либо настроить так, чтобы вас уведомляли только при появлении в чате каких-то определенных слов, например, вашего имени. Вы вот сюда можете его прописать, и тогда вы будете получать уведомления только если кто-то упомянет вас в этом чате. Очень удобно. Так, ну когда чат маленький, можно оставить всех. Так, дальше по поиску. Здесь вы можете искать по чату, если вам нужно что-то найти. Это же можно осуществить через комбинацию клавиш Ctrl-F. То же самое. Так, добавить в избранное данный, данный групповой чат, добавить список, отметить как непрочитанный, и вообще скрыть разговор. В этом случае мы потом сможем его обратно показать через вот команду вид показать. Так, вот он у нас скрылся. А если мы выберем вид показать скрытые разговоры... А, ну у меня он сейчас уже не покажет, потому что я тот не сохранил групповой чат, но в принципе ничего страшного. То есть если бы он был сохранен, то мы бы увидели. Так, и последний инструмент здесь это просто закрыть страницу с этим чатом. То есть вы всегда потом сможете к нему вернуться, но если нужно закрыть, просто можно отсюда, можно просто переключиться на любой другой инструмент, по сути. Так, на вкладке звонки у нас здесь идет... Ну если мы выберем конкретного человека, здесь больше будет опций. Например, позвонить этому человеку, сделать видеозвонок, позвонить на телефон, и это опять же дублирование вот этой функции. Можно настроить звук, но это опять будет у нас в настройках. То есть многие функции дублируются. Демонстрация экрана, о которой мы уже говорили, она причем доступна только во время звонка. И качество связи можно проверить. Так, на вкладке вид мы можем регулировать, что мы видим вот в этом главном окне программы. При этом здесь есть интересная настройка, компактный режим. Вот если вы его нажмете, то у вас отдельно будет окошко, где вы общаетесь, и отдельно окошко с контактами, вот с этими инструментами со статусом. Так, вот если нужно вернуть обратно, мы выбираем стандартный режим. Вот у нас Skype вернулся в стандартный режим. Так, немножко опущу. Так, дальше. На вкладке вид здесь, в принципе, все понятно. На инструментах здесь можно изменить язык. Можно воспользоваться инструментом Skype Wi-Fi. Это инструмент, который позволяет вам, например, находясь за границей, если вы попали в какую-то Wi-Fi зону платную, не вводить там свою кредитку, а воспользоваться своими деньгами на Skype-счету и выйти в интернет через эту точку за счет вот этой функции Skype Wi-Fi. Здесь можете нажать кнопку подробности, там об этом все очень подробно написано. Так, и настройки. Вот самая главная функция, по которой давайте пробежимся. Так, по основным. Здесь основные настройки делятся на 5 настроек. Здесь вы можете сделать, чтобы при двойном нажатии сразу начинался звонок, при двойном нажатии на контакт. Через сколько автоматически менять ваш статус, меня нет на месте, такой желтый, желтый значок вот этот, через сколько нужно менять на него автоматом. Допустим, если у вас 5 минут нет на компьютере, то за компьютером, то статус будет меняться автоматом. Если вы общаетесь по Skype-у постоянно, то можно поставить, чтобы он загружался вместе с Windows. И здесь можно отключить показ аватарок у контактов, если они вам мешают. Так, здесь вы можете изменить свой аватар и изменить свои контактные данные в досье. В настройках звука обязательно проверьте свой микрофон. Здесь вы можете выставить микрофон, если у вас их несколько, посмотреть, какой у вас сигнал у этого микрофона и сделать так, чтобы Skype мог автоматически его поднастраивать. И динамики. Через какое устройство нужно выводить звук при общении с собеседником, когда он вам что-то говорит, куда нужно выводить звук. Я, например, вывожу на наушники. Иначе, если вы будете выводить на колонки, то звук из колонок будет попадать в ваш микрофон и собеседникам будет очень неприятно это слушать. Так, здесь, что еще у нас? На дополнительных настройках здесь более детально можно настроить микрофон и динамики. Так, возвращаясь в основные, здесь же можно сделать контрольный звонок. Это, по сути, дублирование вот этого тестового контакта, почитать совет и так далее. Так, на вкладке «Звуки» вы можете настроить звуки, которые будет воспроизводить Skype при наступлении определенных событий. Здесь вы настраиваете свою веб-камеру. Можно изменить веб-камеру, если у вас их несколько. Можно сделать снимок с вашей камеры и использовать его потом как аватарку. И вот здесь самое главное. Вы можете настроить, от кого можно принимать видео и демонстрировать экран. Я вот ставлю обычно только для людей из моего списка контактов. Так, ну и здесь настройка Skype Wi-Fi. Активирована или нет данной функции. На вкладке «Безопасность» я ставлю, что принимать звонки можно только от моих контактов, чтобы кто попал и мне не звонил. Здесь, опять же, принимать видео и демонстрацию экрана только от людей из моего списка. Принимать чаты только от моих контактов. И вот здесь интересная функция «Показывать мой сетевой статус в интернете». Здесь смысл в том, что есть такие сайты, где вы можете сгенерировать специальную кнопку и поставить ее на своем сайте. И когда вы онлайн, то на сайте тоже будет гореть онлайн. Когда вы оффлайн, на сайте тоже будет гореть оффлайн. Делается это вот так. Вы заходите на генератор, например, skypeclub.ru и страница skypebuttons.htm. Вот здесь вводите ваш логин в skype. Что будет происходить при нажатии кнопки? Я ставлю, что пусть начинается звонок, допустим. Здесь выбираем вид данной кнопки, например, вот такая. И вот этот код вставляем в то место нашей страницы на сайте, где мы хотим видеть данную кнопку. Допустим, вот у меня есть тестовый сайт, и вот здесь где-нибудь внизу я хочу видеть эту кнопку. Я захожу в редактирование этой страницы. Так, и вот в режиме html добавляю сюда данный код. Обновляю. Так, нажимаю посмотреть страницу. И вот обратите внимание, горит, что я онлайн. Если я, например, сейчас, так вот, сохраню настройки и поставлю, что статус у меня, допустим, не беспокоить. Окей. И обновлю страницу. У меня здесь появится, видите, знак кирпича, что не беспокоить. Если я поставлю, что я, допустим, не в сети, то у меня здесь будет гореть, что я не в сети. Видите, да, я оффлайн. И вот за это отвечает как раз-таки данная настройка. То есть вы на вкладке «Безопасность», если хотите такую функцию задействовать, поставьте вот эту галочку «Показывать мой сетевой статус в интернете». Так, вот здесь я еще убрал галочку «Разрешить показ целевой рекламы». И на вкладке «Заблокированы» это, по сути, вот управление черным списком, о котором я уже говорил. На вкладке «Оповещения» вы сможете настроить, когда Skype, при наступлении каких событий он будет вам делать всякие всплывающие вот эти подсказки, оповещения. Допустим, вот когда кто-нибудь заходит в сеть, мне не интересует это, чтобы он меня оповещал, поэтому я убираю. Так, и вот здесь мы можем настроить по уведомлениям на панели задач. Вот пример, если нажмем, у вас справа внизу выскочит пример вот этих уведомлений. Если они вам не нравятся, можно их тоже отключить. Так, и не показывать уведомления во время записи видеосообщений. И демонстрации экрана. Так, «Извещения». Здесь я выбираю, чтобы мне дополнительные рекламные акции и всякие советы от Skype не показывались. Звуки мы уже проходили. Звонки принимать только от тех, кто в моем списке. Вот здесь, если у вас есть деньги на счету, вы сможете настроить переадресацию. Допустим, можно сделать так, чтобы все, кто будет вам звонить на Skype, вам переадресовывались на сотовый. Но это, опять же, стоит денег. И настраивается это вот внутри вот этой функции. Голосовые сообщения. Опять же, если у вас есть деньги на счету, Skype позволяет принимать голосовые сообщения на время вашего отсутствия. То есть, если вам это нужно, зайдите вот по этой ссылке. И там, в вашем аккаунте на сайте уже Skype, это можно настроить. Вот, правда, я сейчас точно не скажу, платно это уже или бесплатно. Так, дальше. Настройка видео. Это у нас, опять же, дублирование той же самой функции по настройке веб-камеры. Чаты. Опять же, от кого принимать сообщения. Визуальное оформление. Если в чате вам шрифт кажется маленьким, можно, допустим, его увеличить здесь. Так, показывать время в чате, показывать смайлики. Это все понятно. Так, здесь же вот вы можете настроить отправку смс-ок. При наличии, опять же, денег у вас на счету из Skype можно отправлять смс-ки. И на вкладке «Дополнительно» можно убрать, чтобы Skype автоматически не отправлял отчеты. Не убирает Skype из панели задач, когда вы в сети. Но вот это, в принципе, можно оставить. Это для сайтов. Когда вы находитесь на каком-то сайте, и там есть ссылка вот «Call to», то вы можете нажать прям ссылочку, и у вас автоматически запустится Skype, и начнется звонок. Это удобно. А вот здесь внизу вы можете настроить контроль для других программ, которые взаимодействуют со Skype. Для Skype есть много всяких дополнительных программ. В следующем видео мы одну из них разберем. Так вот, здесь можно их контролировать. Так, здесь автоматическое обновление. Оно стоит изначально включенным. На вкладке «Соединения» можно настроить ваши всякие порты. Это больше для каких-то сложных случаев, когда у вас изначально не работает Skype. Так, здесь можно посмотреть горячие клавиши и переназначить их. И особые потребности – это для уже людей с ограниченными возможностями. Так, вот, в принципе, и все, что я в этом видео хотел вам дать. Теперь вы, по сути, Skype на хорошем уровне уже освоили. В следующем видео мы с вами разберем дополнительные приложения, которые позвольствуют.